Лидеры оппозиции требуют не подписывать мирный договор с Азербайджаном. А что они предлагают взамен? Опять начать войну с Азербайджаном? Это предлагает та самая оппозиция, которая еще сравнительно недавно была у власти. Роберт Кочерян, Серж Сарксян, Артур Ванецан, Сиран Аганян. Эти люди провалили любую возможность цивилизованного налаживания, отношений с Азербайджаном и фактически привели Армению к краю пропасти и последовавшего за этим военного поражения. Как передает Ахар Ас, таким мнением в интервью Интерфакс заявил руководитель движения карабахских армян Артур Агаджанов. По его словам, эта так называемая протестная оппозиция теперь вновь стремится захватить власть в стране, обвиняя премьера Пашиняна в предательстве, за намерение подписать мирный договор с Азербайджаном и провести делимитацию границы. Я хочу задать вопрос. А что они сделали бы вновь, придя к власти? Наверное, то же самое, что и 30 лет до этого. Ничего не сделали бы. Ведь они надеялись, что оккупация азербайджанских земель будет продолжаться вечно. Теперь же они обвиняют Пашиняна в поражении. Я не идеализирую Пашиняна. У него есть ошибки, есть плюсы и минусы. Я, наоборот, критически к нему отношусь за его нерешительность. Пашинян в 2018-2020 годах провалил мирные переговоры по Карабаху и довел дело до войны, которую в итоге с треском и проиграл. Подчеркнул Агаджанов. Он добавил, что глупо обвинять Пашиняна в сдаче территорий, если эти территории по закону и историческому праву принадлежат Азербайджану. Если власти Армении и оппозиции не смогут прийти к консенсусу и будут торпедировать процесс нормализации отношений с Азербайджаном, то в конечном итоге под угрозой окажется сама армянская государственность. И никто извне ее спасать не будет, резюмировал Агаджанов. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр!